То есть это такой типовой интернет-магазин, который мы предлагаем использовать, если вы хотите быстро запустить какой-то свой проект. Можно использовать прямо шаблон, можно какие-то другие шаблоны в Marketplace найти, или может у вас какой-то свой специально под вас написанный шаблон есть. Но в любом случае так выглядит у нас типичный универсальный сайт. На котором можно продавать все, что угодно. И мы не будем долго на нем останавливаться на публичной части. Мы его смотрели в других разных вебинарах. Мы перейдем сразу в админку. Посмотрим, что у нас здесь в админке. Понятно, рабочий стол, но нас интересует именно настройка интеграции CRM. Поэтому я перейду в раздел магазин, и здесь есть вкладочка CRM. Что нам предлагает система? У меня уже запущена здесь какая-то интеграция. Вы, скорее всего, увидите вот такое окно, в котором вам будет предложено либо настроить интеграцию с уже текущей CRM, если она у вас есть, либо получить CRM в Bittrex24 бесплатно. Давайте попробуем создать сейчас какой-то тестовый портал, с которым мы поработаем. Я нажал кнопочку «Получить CRM Bittrex24». Я сейчас регистрируюсь. Пускай это будет тест. Вот такое вот название. Имя пускай, да, у меня останется Никита Горбунов. Я уже на самом деле в сети Bittrex24 на только авторизован, поэтому у меня сейчас привяжется автоматически мой портал к моему профилю. Bittrex24 создается, и уже через несколько секунд он будет у нас доступен. И мы сможем прямо на нем настроить интеграцию. Ну, если что-то у нас пойдет не так, мы всегда сможем вернуться к моему тестовому Bittrex24, который у меня тоже есть. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Хорошо. Так, наш Bittrex24 создан. Перехожу сейчас к нему. Напишите, пожалуйста, в разделе «Questions». Возможно, у нас есть какие-то слушатели сегодня, которые не знают, что такое Bittrex24. Никто ничего не пишет? Ну, я надеюсь, что нет, Екатерина не знает, что такое. Окей, в двух словах я сейчас покажу и расскажу. Так, у меня сразу куча уведомлений. Смотрите, те, кто не знает. Ну, а те, кто знает, вот такая рекламка сразу. 16 ноября у нас выходит новая версия Bittrex24. Будет много чего интересного, поэтому заходите, регистрируйтесь. Тем, кто не знает, я их приглашаю, во-первых, на сайт Bittrex24.ru. На этом сайте можно максимум информации о этом сервисе найти. По сути, это облачный сервис. Мне очень нравится название «Виртуальный офис». Это место, в котором вы можете вести, на самом деле, очень много работы. И общение с клиентами, и общение с своими сотрудниками, с коллегами. Обмен документами, автоматизация разной деятельности через бизнес-процессы. Это и файловый сервер, это и CRM-система, и многое-многое другое. Телефония, видеозвонки, простые звонки и так далее. И все это находится в облаке, в вашем персональном сайте. У меня сейчас, например, создался такой, ТС-321-123. Плюс ко всему, все это доступно через мобильное приложение, очень удобно. Вся информация всегда у вас под рукой, прямо на вашем смартфоне или на планшете, смотря чем вы пользуетесь. Независимо от того, где вы географически находитесь, если есть интернет, вы залезли и работаете. Мест, наверное, таких, где сейчас интернета нет, достаточно сложно найти, только если где-нибудь в тайгу уехать. Что еще хотелось бы спросить, а что такое CRM? Есть ли у нас сегодня среди слушателей те, кто не знает, что такое CRM? Пишите в questions, я открываю раскладочку. Пишут, что не знают, что можно интегрировать обратный звонок в форму обратной связи от B324. Отлично, Александр, мы как раз сегодня все это покажем. Так, пишут, что не знают, что такое CRM. Отлично. Часто B324 называют CRM-системой. На самом деле это не совсем корректно, потому что в нашей платформе CRM это только один из инструментов, которым мы предлагаем пользователю. Но далеко не самый последний, наверное, один из самых важных инструментов. По сути, CRM это такая большая, здоровая электронная записная книжка, в которой вы и вы, и система автоматически фиксирует все контакты с вашими клиентами и с вашими потенциальными клиентами. Любой потенциальный клиент у нас в систему попадает в качестве лида. Видите, здесь на иконке даже нарисована такая визитная карточка. Ярчайший пример, когда вы на какой-то выставке познакомились с каким-то человеком, он оставил вам свою визиточку и попросил просто с вами связаться попозже. Вы вернулись в офис или прямо на выставке, просто заносите эту информацию как лид, называется это лид, и указываете, что у вас название лида, например, фамилия или название компании. Выставляете статус какой-то, опять же, это все настраивается в CRM-системе конкретно под вас. Возможные суммы сделки указываете или не указываете, источник, где там выставка, CRM-форум, сотрудник, это тоже в системе вы настраиваете все самостоятельно. Указываете, кто отвечает за этот лид и пишете информацию о контакте, фамилия, имя, отчество, дата рождения, если есть. То есть та информация, которая вам нужна, вы указываете, та, которая не нужна, вы не указываете. Если какие-то свои поля необходимо вести, конкретно важные именно для вашего бизнеса, то тоже здесь это можно сразу все заводить. Далее у нас этот лид мы можем сконвертировать либо в качественный, либо не в качественный. Качественные лиды, соответственно, мы переведем в контакты, то есть какие-то физические лица, либо в компании, какие-то юридические лица, опять же, контакт может к нескольким компаниям относиться. И дальше уже, если будет какая-то потенциальная сделка, то по данному контакту или по данной компании вы сделаете сделку, выставите коммерческое предложение, потом прямо опять же из CRM-ки выставите счет. Если будет настроена интеграция с 1С-кой, то оплату этого счета вы сразу увидите у себя в CRM-ке и так далее. Я не буду сейчас подробно про это рассказывать, потому что про это есть отдельные вебинары. Давайте, наверное, лучше даже покажу, где они находятся, если кто не знает. Все очень просто, bitx24.ru. Я обычно, если мне нужны какие-то вебинары, я их нахожу в самом конце, в подвальчике, так называемой страничке. Там есть ссылочка. Так что у меня не очень хороший интернет, видимо. А, нет, все, пошла загрузочка. Вот, я прямо в самый конец перемещаюсь, и здесь вот разделе помощи, вебинары. Я всегда клиентам рекомендую посмотреть эти вебинары. Здесь, во-первых, есть какие-то ближайшие вебинары, на которые можно записаться. Во-вторых, что самое интересное, здесь есть записи старых вебинаров. Обычно мы делаем обзорные вебинары по какой-то узкой теме. Например, вчера был вебинар именно по CRM-системе, управление продажами в CRM bitx24. Видеозапись пока недоступна, но, я думаю, уже сегодня она будет доступна. Там по омниканальной CRM, по открытым линиям отдельный вебинар есть и так далее. То есть, совершенно спокойно сюда можно зайти, и максимум информации нужно почерпнуть. Что еще по CRM хотел сказать. Ну, все здорово, да, когда вся эта информация сохраняется, все телефонные звонки записываются, которые прямо отсюда идут. Если вы какую-то переписку по почте ведете, по электронной, тоже можно настроить так, что все это будет храниться в карточке клиента. По каждой сделке, каждое письмо. Можете настроить там права доступа для сотрудников так, чтобы видели только свои, например, сделки, и клиентов только своих не видели других. То есть, возможности масса. Тут просто надо определиться, что в вашем случае подходит, что не подходит. Ну, и плюс интересная штука, это бизнес-процессы. Я просто упомяну, да, это возможность автоматизировать какие-то процессы. Например, при поступлении какого-то лида из, не знаю, из чата. Ставить какую-то задачу менеджеру. Какие-то уведомления слать там сразу нескольким менеджерам и так далее. На самом деле, очень гибкий инструмент, очень мощный. Ну, и из-за того, что он такой большой, гибкий и мощный, некоторые его пугаются. Хотя не стоит его бояться, но на самом деле не такой сложный в использовании, как может показаться. Что еще? Да, e-mail трекер, телефоне 1S трекер. Да, тоже интересную штуку такую сделали, которая позволяет выгружать в CRM всю историю продаж с клиентом, если у вас эта история ввелась до введения CRM в 1S где-то. Да, но это тоже отдельная тема. А мы пока давайте вернемся в нашу админочку и настроим интеграцию с CRM. Так, завели мы вот такой вот портал. Я сейчас скопирую его адрес. Опаньки. Готово. Да, вот давайте настроим интеграцию с CRM. Адрес сайта CRM. Так, выбираем тип у нас. PS. Ух, логин администратора. Ну, давайте попробуем. По идее, у меня под этим логином должен был сделать... Дай бог, чтобы я помнил пароль. Нет, неправильно. Ну-ка, сейчас еще раз. Отлично. Я вспомнил пароль. Поздравляем. Настройка интеграции в вашем интернет-магазине и CRM успешно выполнена. Для дальнейшей работы в CRM вам необходимо проверить параметры синхронизации и привести первичный импорт данных из интернет-магазина. Ну, окей, давайте нажмем сейчас кнопочку и посмотрим, как это у нас все заработает. Так, адрес интернет-магазина. Все правильно, BXM.ru. Логин пользователя интернет-магазина. Вот такой у нас будет, без пароля. Если необходимо, мы, конечно, потом для этого пользователя зайдем и заведем пароль в нашем интернет-магазине и укажем это здесь. Ну, оставлю пока все по умолчанию. Так, следующий шаг. Мы выберем данные за последние 7 дней, да, то есть мы только внедряем свою CRM-ку. Мы можем эту цифру здесь поставить и больше, ну, опять же, как у вас, как в вашем случае будет, вы у себя будете считать. Вероятность сделок. Ну, давайте оставим там по умолчанию 20%. Кто у нас ответственный для новых сделок? Ну, поставлю себя, у меня пока других нет сотрудников. Опять же, сделки доступны для всех. Тогда все пользователи, да, CRM-ки в BITREX24 это увидят. Если не для всех, то только я увижу. Оставлю для всех. Загружено сделок 5, загружено контактов 5. Давайте дальше пройдем. Так, частота синхронизации. Пускай будет 10 минут. Вероятно, сделок 20% вставляем. Сделки для всех, да, уведомления у нас будут падать в группу продажи. Мы настроили параметры. То есть, если на прошлых шагах мы настраивали параметры импорта сделок, да, то сейчас мы настраиваем параметры регулярной синхронизации. Та, которая у нас будет постоянно проходить. Так, все, у нас это готово. Я это сделаю завершить. И я уже попал у себя на мой портал. Тест 3.2.1.1.2.3.2.4. Вот у меня эта синхронизация. Это, если что, настройки ее можно сделать вот здесь. Раздел CRM. Раздел еще. Настройки. Интеграция. Интеграция с интернет-магазинами. Вот он у меня здесь, этот магазин. Вся информация здесь, да, указана необходимая. Настройки, опять же, мы, если что, если надо, нам взяли, поменяли. Так, мы сделали, до этого мы сделали синхронизацию. У нас должны были появиться несколько сделок. Давайте зайдем в сделки, посмотрим. Есть такое отображение сделок у нас, да, в фильтре. Но нас сейчас больше интересует табличная часть. Вот они у нас, эти сделочки. И смотрите, они у нас сразу 5 сделок. То есть у меня было, на самом деле, 5 заказов в интернет-магазине. Мы сейчас их посмотрим за последнюю неделю. Вот они, эти 5 заказов. Вот эти суммы, да, заказ номер 5, 5711 рублей. Вот он, заказ номер 5. Сделка не заключена. Смотрите, а что это такое? Дело в том, что у меня этот заказ отменен. Видим, да, заказ отменен, но он у нас попал в сервис систему как неотмененный. Здесь у нас в обработке статус какой-то у этого заказа, наверное, да, он не оплачен еще. Он принят и ожидается оплата. Остальные заказы у нас оплачены и формируются к отгрузке. Они у нас уже, стадия сделки у нас прошла, как поставили, как заключена. Ну, давайте вот этот заказ откроем сейчас. Если кто не помнит, как выглядят у нас заказы в админке нашего интернет-магазина. Давайте посмотрим. Вот таким вот образом вся информация по заказу здесь, да, параметры, информация о покупателе, об отгрузке, о поплате, информация о составе заказа. Если нам необходимо, мы прямо здесь можем нажать кнопочку «Изменить заказ» и поменять этот заказ. Но, на самом деле, все это можно сделать прямо здесь, не заходя в админку. То же самое у нас здесь, да, вся информация о заказе. Где у меня? А, вот он. Отлеплю. А то прилепил. Так что, то есть, ну, можно прилепить, да, просто здесь, чтобы этот окошечек все время двигалось. Я его отлеплю, он не очень удобный. И по конкретному заказу, да, какие были там, дел у нас никаких не было, товары мы можем здесь посмотреть. Если нам необходимо изменить этот заказ, у нас откроется такое же окно, как в админке нашего сайта. Ну, что такое? Очень странно. Нет, на самом деле, должно открываться окно. Не знаю, что такое. Только что репетировал, все открывалось. Очень странно. Ну-ка, давайте, а, давайте вот на этот сайт. Сейчас зайдем на мой, на первый. Что-то здесь не сработало, не знаю, что такое. Ну-ка, посмотрю на этом. На тестовом. А, вот у меня какая-то... Ах, это старая сделка, наверное, здесь не получится сейчас. Я же их поудалял. А, нет, открылась с другого моего сайта. Да, ну, тоже вся информация о заказе. Мы можем взять и изменить там и товары какие-то и так далее. Вот, то есть, таким образом работает у нас интеграция. Здесь почему-то не работает, не знаю, надо будет разобраться. Я напишу сам обращение в техподдержку, посмотрю, что я... Почему-то у меня так не получается. И, в принципе, чем-то удобно, да, что управлять заказами, вести их можно прямо в Bitrix24, не заходя в админку. Вся эта информация будет дублироваться. Плюс будут создаваться отдельно... Должно было сейчас создаться несколько контактов. Ну, пока у меня только один контакт, это от меня, потому что поступали эти заказы, да. Вот, но вот такие заказы у нас... Ну, то есть, я, грубо говоря, сам себя покупал в своем же интернет-магазине. В вашем случае живые люди будут становиться живыми контактами, и вы будете их видеть у себя вот в разделе «Контакт». Лидов у нас здесь пока тоже нет, но сейчас появится еще. Для чего это надо? Опять же, да, по каждому клиенту будут видно, какие вам дела заказы. Можно будет посмотреть статистику, просчитать все это и так далее. На самом деле, очень удобно. Так, ну, а теперь давайте... Вот у нас они здесь... Ай, скачу. Вот они в сделочках, да, мои пять заказов, они здесь попали у меня как пять сделок. Так, теперь можно попробовать настроить как раз те виджеты, о которых уже сегодня спрашивали. Давайте, наверное, гляну сейчас, есть ли вопросы вот по этой первой части такой. Форма карточки заказа Bittrex24 такая же, как и Bittrex магазин. Да, я только что показал это. Можно для интеграции с интернет-магазином какой-то ARIB Bittrex24 используется. Ну, Иван, насколько я помню, вот это все доступно даже на бесплатном тарифе, но я уточню, пока будет вторая часть, я на те вопросы, которые сейчас вживую не смогу ответить, я посмотрю и отвечу. Так, смотрю. Спрашивают, нужно ли сохранять в лиды временных частных клиентов, или же таких единоразовых покупателей можно сохранять в какое-то другое место. Я рекомендую всех клиентов абсолютно сохранять в лиды, потому что сегодня он одноразовый у вас, а вдруг он к вам потом еще раз вернется. Пускай вся информация будет у вас накапливаться. Есть ли у Bittrex24 для сайта? Есть, сейчас покажу. С инаковыми названиями, например, у Ромашка представитель сортировки. Там, на самом деле, есть правила настройки дубликатов. Есть правила настройки дубликатов, но это немножко не по теме нашего сегодняшнего занятия. Это можно посмотреть по вебинару по CRM QBitrex24, нам про это рассказывают. Так, пробовали счет прикрепить выставленный в бух программе, счет не получилось. Но пишите, что не получилось, посмотрим, попробуем разобраться вместе. Так, основная проблема – это как правильно подобрать телефонию для CRM-системы, насколько удобно использовать с мобильными телефонами. Но про это тоже есть отдельный вебинар по телефонии в Bittrex24. Лучше его посмотреть. Так, функция почты поддерживает массовую рассылку по лидам клиентов. Надо немножечко подождать. Насколько я помню, это должно появиться в одном из обновлений. Но в любом случае есть возможность интеграции с разными почтовыми сервисами. Почему в сделках в поле клиента Никиты Горбунов? В сделках в поле клиента Никиты Горбунов, потому что на моем демонстрационном сайте, который я установил, по умолчанию было пять заказов, и в этих пяти заказах информация о покупателе – это информация обо мне. То есть я как будто сам у себя купил на сайте. Если бы у меня на сайте Андрея… Ладно, давайте сделаем так. Ну, я не знаю, если надо, могу показать. Я могу оформить заказ сейчас. Или любой из вас может зайти пока на сайт bx-im.ru, оформить какой-то заказ, и потом посмотрим, эти заказы у нас появятся в CRM-системе после синхронизации, да, как раз под теми фамилиями и именами, которые вы укажете. Можно ли подключать нам портал B324-интенант-магазинов? Да, можно. Будут ли попадать пользовательские свойства заказа из магазинов в сделку CRM? Сходу сейчас не отвечу. Возьму паузу, напишу на почту вам, когда вопрос скину. Так, так, может включить… Да, это я сказал. Так, давайте пока дальше. Давайте пока дальше, а потом очень много вопросов. На самом деле не хочу вот такие вот паузы выбирать. Лучше пока будет второй доклад, я на них поотвечаю. Так, и второй момент, про который хотелось бы рассказать, и который тоже важен с CRM-системой и сайтом, это всеразличные интеграции. Ну, давайте начнем, наверное, с самых простых. Это CRM-формы. CRM-формы находятся они в вашем Bittrex24, в разделе CRM, еще CRM-формы. Их несколько уже предустановленных. Например, форма обратной связи и форма контактной данной. Мы эту форму можем, во-первых, настроить. Давайте для начала посмотрим. Ну, посмотрим готовую, да, нашу форму. В принципе, на основании ее мы можем сделать какую-то другую форму. Вот таким образом выглядит форма. Мы можем сюда добавлять поля, причем добавляем поля из каких-то сущностей нашей CRM-системы. Например, ну, если мы указываем в лиде название лиды или фамилию, имя, отчество, то мы сюда как раз это закидываем. Вот они у нас как раз закинуты. То есть эту форму, грубо говоря, просто вот так накидываем. У нас пользователи заполняют эту форму, и эта информация у нас в качестве, у нас будет создан лид, и вся эта информация там получится. Так, вот такая форма есть. Ответственный у меня я. Можем там цвет фона, цвет текста настроить, если необходимо. И дополнительные параметры. Какие? Подпись. Ну, мы можем убрать подпись, правда, на расширенном тарифе только. Заряженный битрикс24 в нашей форме. Можем добавлять какие-то правила для полей. Документы, какие будут создаваться после сохранения этой формы. Да, после того, как у нас пользователь нажмет кнопочку «Отправить». Не документы, а сущности. Ну, в нашем случае мы выбираем будет создан лид. И с дубликатами что мы будем делать? Разрешать, заменять, объединять. Ну, мы в данном случае пока разрешим делать дубликаты. Значение полей по умолчанию. Заполнять полей в сервере автоматически при отравке форме нет, не надо. Метрика, если необходимо, да, добавляем Яндекс.Метрику или Google Аналитику. И вид формы тоже настраивается. Если необходимо, можно свои стили CSS использовать. Так, правила соглашения. Если нам необходимо, да, если мы какую-то информацию там собираем клиента и хотим, чтобы он, ну, знаете, как это бывает, что я соглашаюсь с правилами обработки информации и так далее. Действия после отправки формы. Если все правильно у нас прошло, то спасибо, ваше сообщение отправлено. Можем сделать редирект по какой-то ссылке, да, куда-то, чтобы у нас ушел после отправки формы человек. Сообщение при неудавшейся отправке формы, к сожалению, сообщение там не удалось отправить, опять же, да, мы можем сводить какой-то текст и так же с редиректором. Это не форма обратного звонка, мы не будем отставить эту галку, потом увидим почему. Ссылка и коды. Так, у нас, во-первых, появилась вот такая вот ссылочка. Во-вторых, мы можем отдельным скриптом вот эту форму разместить. Ну, опять же, да, можем всплывающее окно клип по кнопке, всплывающее окно клип по ссылке сделать, либо автопоказ всплывающего окна. Вот в каком виде мы хотим у себя это на сайте отобразить? В том виде надо скрипт копировать и этот скрипт уже разместить на нашей страничке перед закрывающим тегом body. Это на самом деле очень просто. Давайте пока я сейчас просто взгляну на саму форму. Да, у меня появилась ссылка. Вот таким вот образом я сейчас заполню эту форму. Иван Иванов. А, не буду. Такой вот номер сделаю. Так, есть. Жму отправить. И у меня сразу запеликало. Ага, у меня новое дело. Ох, вот такое вот у меня дело появилось. Заполнение веб-формы, вся информация у меня здесь. И был создан такой вот лид. Хлоп. Информация о лиде там, да. Иван Иванов. И дальше я уже думаю, что мне с этим лидом делать. Смотрю, либо на основании его создаю там контакт к компанию, сделку, сделку контакт. Ну, разные сущности есть. Либо указываю, что там некачественный лид. Вот. Это первая возможность. То есть такая CRM-форма. И CRM-формы такого плана вы можете создавать любую информацию у клиентов, выяснять. Ну, особо, конечно, не надо жестить, чтобы не было там по 100 полей. Ну, какие-то формы опроса или формы регистрации на какие-то мероприятия. Можно это делать. И опять же, всю эту информацию, которая будет поступать, можно там через бизнес-процессы заводить, автоматизировать, чтобы какие-то действия делались. Одна из CRM-форм, это форма обратного звонка. Давайте, например, ее посмотрим. Вот она у меня здесь. Форма. Да, вот она. Вот он. Обратный звонок. Давайте посмотрим сейчас ее. Она достаточно простая, да? Не нашли, что искали? Укажите свой телефон и перезвоните. Перезвоните. Здесь указан телефон, на который перезвонить. А, у меня не настроена телефония. Давайте сейчас сначала настроим телефония, у нас еще у нас это не заработает. Покажу это, наверное, на другом, вот на этом, на своем готовом сайте, где у меня уже настроена телефония, на портале вот этом. Потому что у меня здесь есть подключенный номер телефона, а здесь мне его надо подключать. Не буду это делать. Опять же, раздел CRM. Еще. И, угу, сером форма. Вот она у меня, эта форма. Скопирую адрес ссылки. Давайте вот так вот сделаем. Да. Ну, пожалуйста, форма, оставляем телефон. Мы с вами это протестируем, немножечко попозже. А сейчас мы с вами посмотрим еще одну интересную штуку. То есть, ну, с формами, я надеюсь, понятно. Давайте взгляну сейчас, есть там какие-нибудь вопросы или нет по формам. Номер формы может быть не российский. Евгений, не подскажу, надо будет уточнить. Вообще может, по идее, почему нет. Мы же на Западе тоже продаем. Можно. Может ли работать Bitrix на низких языках? Да. Битrix может. По поводу виджетов, не знаю. Возможно, сложнее будет. Скажите, Никита, когда с формы формируется лид и ответственно добавляется новая задача, есть ли возможность сделать так, чтобы автоматически эта задача добавлялась в наблюдатель? Ну, через бизнес-процессы, да, можно. По умолчанию вряд ли получится. Куда вставляется код формы страницы сайта? Иван, мы сейчас посмотрим это, когда будем размещать виджет на нашем сайте. Так, давайте пока хватит на вопросики посмотрим. Так, формы посмотрели, давайте мы с вами посмотрим открытые линии. Пускай это будет здесь. Мы сейчас с вами создадим, вернее, у меня уже создан, мы его просто разместим. У меня на основании предустановленного виджета «Открытая линия CRM-форма и обратный звонок» создан вот такой вот виджет. Вот так вот он прям будет выглядеть. Мы сейчас перейдем его в настройки и посмотрим. Перескочим сначала, посмотрим, что такое открытые линии. Смотрите, ситуация у нас так складывается, что много очень людей в последнее время стали пользоваться абсолютно разными каналами связи. Ну, раньше какие каналы связи были? Первый канал, когда пришли в офлайн-магазин какой-то, да, или в офис, вживую пообщались. Второй канал – телефон, позвонили, спросили. Третий канал был – это электронная почта. Четвертый канал – сайт. Но сейчас количество этих каналов стало гораздо больше. Люди стали очень активно использовать социальные сети. Люди стали очень активно использовать мессенджеры. И вот тут ситуация похожа с телефонией до введения АТС, да, и после введения АТС. До введения АТС как было? Там звонок какой-то поступил, трубку снял, и начинаешь с этой трубкой бегать, там, возьми, вот тебе звонят, поговори с человеком и так далее. Вот, не очень удобно. Появился АТС, и трубки стали у всех, да, на столах там в офисах стоять. И появилась возможность просто взять и звонок перевести на нужного человека. Все это повлияло на скорость коммуникаций, стало гораздо удобнее, стало гораздо эффективнее. И сейчас с появлением вот разных мессенджеров, ну, по сути, эта штука-то изначально была не бизнесовая, просто люди, да, друг с другом переписывались, но это на самом деле стало удобнее. Стало удобнее, стало экономически эффективнее, причем настолько экономически эффективнее для пользователя, что некоторые, помните, наверное, да, операторы сотой связи, они прямо тревогу забили, что люди из серии в мессенджерах переписываются, и СМС-ки друг другу не шлют, и у них из-за этого выручек падает. Вот, и, конечно, важно было научиться во всех этих каналах, научиться работать и оперативно отвечать. У нас получилось это сделать, мы назвали эту штуку «Открытая линия». Это возможность отвечать на вопросы из разных каналах в одном, ну, грубо говоря, объединять эти каналы несколько, в один канал. Настройка этой «Открытой линии» похожа по настройке с телефонией, то есть если нам какое-то сообщение из какого-то канала приходит, то мы проверяем клиента по базе сферы, направляем обращение на ответственного сотрудника, если им у нас удалось этого клиента идентифицировать, если он у нас уже был, да, обращался к нам, например, по этому же каналу связи, мы его из Лида сконвертили в контакт, у контакта есть кто-то закреплен за ним, или даже у Лида лид закреплен за каким-то менеджером, вот, то в следующий час человек напишет, пойдет обязательно именно на этого менеджера. Ну, можно и не направить, можно так не делать, можно очередь просто кидать, кто первый ответил, тот ответил. Очередь настраивается, неотвеченному сообщению, обращению мы можем какой-то текст ответить и так далее. И, ну, настройки я здесь не буду на них, наверное, подробно останавливаться, самостоятельно можно просмотреть, здесь все просто. А вот какие каналы коммуникации умеем подключать? Вот здесь интересно. В первую очередь это, конечно, онлайн-чат. То есть человек будет у вас на сайте что-то писать. Вот так вот я, например, сделаю. Ну, да, мы уже, по сути, создали онлайн-чат. Мы можем его взять, открыть в новой вкладочке, например. А у нас сейчас не откроется, нам надо будет сделать вкладочку инкогнито, потому что тут мы авторизованы. Да, хлоп, у нас открылся там какой-то чатик, мы можем написать какое-то сообщение. Но мы это сайта потом сделаем, мы не будем сейчас смотреть. Вот. То есть человек будет писать сообщение, а вы в своем Bittrex24 будете это сообщение получать и сразу отвечать на него. Вторая возможность канала – это Bittrex24 Network подключить. И обращение от ваших клиентов, партнеров, коллег из других компаний, которые работают в Bittrex24, вы тоже можете себе получать. Третья возможность – это через… можно создать бота и подключить через Telegram, да, обращение принимать. Ну, и здесь инструкция по созданию бота есть. Мы сейчас с вами не будем, наверное, бота создавать. Но если кого заинтересует, здесь прямо вот с картинками подробно все написано. Еще один канал – это подключить ВКонтакте к открытой линии и обращение ваших клиентов вы будете получать в рабочем чате Bittrex24. Вам надо будет ВКонтакте создать группу, публичную страницу или какое-то мероприятие. И вы вот в данной группе или страничке, вы должны быть администратором. Можно какую-то существующую уже группу подключать. И люди будут писать вам в этой группе обращения, вы их будете получать. То же самое с Facebook. Во-первых, можно группу подключить, да, из Facebook или публичную страницу. А, нет, это только публичную страницу. Группа, по-моему, я не помню, в Facebook есть группа или нет. И комментарии. Можно публичную страницу к открытой линии подключить. То есть вам в Facebook, я помню, да, можно сообщения писать на публичную страницу, как бы, ну, как сообщения. А можно как посты писать и в комментариях общаться. Ну, например, на нашем сайте, на нашей страничке, если вопросы какие-то в Facebook задаете, я вот в том числе через открытую линию отвечаю. Ну и плюс возможность подключить там Skype, Slack, Office 365 и прочее-прочее. В ближайшем будущем появятся другие мессенджеры, которые у нас очень популярны. Давайте уже сохраним, посмотрим, как это работает. Так, открытая линия у нас сохранена. Вот она называется у нас открытая линия тест. И вернемся сейчас в виджеты. Виджеты, что мы можем показывать. В виджете, который на сайте мы предлагаем разместить, можем показать открытую линию, CRM-форму, заполнение какой-то CRM-формы и форму обратного звонка. Ну, любую из этих штук мы можем выключить. Давайте оставим все три. Нажимаем «Применить». Опять же, да, настройки кнопки можно сделать. Там цвет фона, цвет иконок. Сделать, например, красную. Красная как-то стрёмно смотрится, пускай все-таки будет голубенькая. Выбрать положение, где это на сайте будет размещаться. Указать время показа либо сразу при загрузке страницы, либо задержка 3 секунды. Ну, мы с вами не будем ждать. Сделаем вот так. И код для вставки, да. Я его скопирую, либо вот так скопировать в буфер. Здесь смотрите, обращайте внимание на подсказочки. Скопируете код, поместите его в код шаблона вашего сайта перед закрывающим тегом body. Ну, окей, давайте так и сделаем. Я открою свой сайт. Так, что такое? Ну, окей, давайте так. Страничку у меня это и здесь. Я ее здесь сейчас открою, отредактирую. Ой, 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 не туда нажал. Я зашел как администратор, да, в режиме правки. Я жму изменить страницу. Ну, у меня он сразу открылся. То есть не в визуальном редакторе, открываю в режиме правки кода. И в конце вставляю этот скриптик. И смотрим, что у меня получилось. Вот он у меня появился здесь. Давайте еще раз попробуем в режиме инкогнито сейчас. Так, загрузилась у меня страничка. Вот у меня появился скрипт. Что мы с этого скрипта можем сделать? Ну, во-первых, отправить форму. Форму мы с вами уже заполняли, поэтому не будем сейчас это делать. Во-вторых, чат. Давайте попробуем написать. Ох ты, господи. Привет. Привет, да. И смотрите, я перехожу в свою CRM. Ага. Открываю чатик. И у меня здесь уже какой-то аквариумный гость написал. Привет. Я могу с этим сообщением либо ответить на него, либо пропустить его, оно по очереди пойдет дальше. Либо, если будет здесь какой-то конкретный вопрос, и я буду знать, что на этот вопрос должен ответить не я. Я в этом вопросе некомпетентен какой-то другой человек. Я могу выбрать этого человека, да, и сотрудников своих. Но сейчас у меня никого здесь нет, поэтому я приму удар на себя и напишу привет-привет. Здесь у меня уже появилась надпись «Привет-привет». Ну, таким образом работает чат. Наша открытая линия. И обратный звонок давайте теперь тоже наберем. Я поставлю абсолютно любой номер какой-то, да, из балды здесь. И жду звонка. Перехожу на свой портал. У меня на портале уже запустился то, что идет обратный звонок. Я сейчас должен ответить, и, соответственно, у меня пойдет звонок этому человеку. Ну, там номер у меня... Не знаю, если хотите, можем прям живую кому-то позвонить попробовать. Вот у меня пропущенный звонок появился. Я могу информацию об этом звонке сразу посмотреть, что это за звонок был. Или позвонить отсюда. Господи. Вот таким вот образом это работает. Если появились какие-то вопросы, задавайте. В фейкбуке есть и группы, и страницы. Вы знаете, насколько я помню, только со страницами сейчас работает, с группами, по-моему, пока нет. Но я уточню, отвечу на этот вопрос. Звонки переадресовать можно? Да, конечно. Как в чате установить? Так, может ли работать... Ой-ой-ой-ой. Понеслось много вопросов. Манго-телефония. Ну, есть своя телефония. Мы сейчас открыли аппи для телефонии, поэтому интеграция должна появиться в ближайшее время, и уже, по-моему, появилось достаточно много. Может ли работать в магазине Битрикс на нескольких языках? Может. Что касается виджетов на сайтах, я тоже уточню, не скажу сейчас. По идее можно сделать, но, возможно, потребуются доработки. Манго-телефония работает с Битрикс. В Marketplace вроде был модуль. Можно ли, чтобы с личной страницы поступали сообщения? То есть сообщения, которые вам будут в ВКонтакте лично вам писать, чтобы они сюда подали? Ну, по-моему, нет. И, честно говоря, не сильно вижу смысл. Так, не было кнопки «Переадресовать звонок». Давайте посмотрим. Попробуем еще раз. Ну, смотрите, просто в телефонии, в простой телефонии, можно переадресовывать звонки каким-то своим другим коллегам. Ну, нет, здесь я могу только ответить или пропустить. Но в... Да, это мне входящий идет. Нет, вот, к сожалению, нельзя. Но в простой телефонии можно так делать. Не знаю, уточню тоже по поводу этого вопроса. Спасибо, хороший вопрос, интересный на самом деле. Ой, ой, ой. Как в чате? Это мне уже сюда начали вопросы писать. В чате, в форме чата. Ну, давайте посмотрю, сейчас буду пока... Вот, кстати, можете, да, можете писать вопросы мне на сайте bxemru. Отвечу на них тоже там. Ну, на самом деле, на все вопросы постараюсь сегодня-завтра ответить. Вопросы все сохраню. Сейчас пока передаю слово Олегу. Параллельно сделаю небольшой перерывчик выпив водички. А то уже в горле пересохло, много рассказываю вам сегодня. И параллельно посмотрю, поотвечаю на те вопросы, которые вы написали. Что смогу после выступления Олега тоже отмечу. Отвечу. Пока давайте Олегу передам слово. Задавайте еще вопросы. И спасибо всем, кто сегодня были. Олег, включаю. Так, должно быть слышно, Олег. Да, просьба уточнить. Да, слышно. У нас уже... Да-да-да. Мы приступаем к презентации, к моей уже. Да, ну, единственное, что можно было бы, наверное, лучше всего включить экран. Там такая кнопка есть с экраном. Сейчас, минута. Я просто как-то не ожидал, рассчитывал на 12, собственно, на 30. Нет, 12-30 с запасом сильно дали времени. Понятно, хорошо. Я сейчас... Так. Так, все, видно уже. Я тогда пока у себя микрофон отключаю. Ага, хорошо. Итак, я приступаю. Всем добрый день. Как уже сказал Никита, меня зовут Олег Степанов. И сегодня я расскажу про ошибки в интернет-магазине, которые для разработки появляются, которые существуют в ваших интернет-магазинах, возможно. И как их избежать, как сделать ваш интернет-магазин лучше. Так, давайте приступим. Да, я хотел уточнить, единственное, слышно ли меня всем, значит, видно ли, собственно говоря, презентацию. Все видно, да? Вижу плюсики, вижу, да? Все, отлично, спасибо большое. Итак, начинаем. Начинаем мы с дизайна, с внешнего вида, потому что, как всем известно, подежки встречают. Вот тут с этим не поспоришь. Нужно также понимать, что, собственно говоря, при входе в ваш интернет-магазин, при попадании на него, да, человек достаточно быстро, ну, даже подсознательно определяется, останется он здесь, да, сделает в итоге покупку или нет. Поэтому от дизайна, от внешнего вида, который он сразу же получает, вот на первой же странице, очень многое зависит. Какие рекомендации по дизайну, по внешнему виду? С одной стороны, да, сайт должен быть красивым, легким, что называется презентабельным, да, то есть в плане презентабельности должно быть понятно, что он сделан не школьником каким-то, да, не на коленке, там, не за 5 секунд, а все-таки люди поработали над ним, потрудились, сделали его удобным, понятным, легким. А в плане легкости, что важно? Важно не перегружать сайт различными, там, красотами, имиджами, элементами, какими-то, там, текстурами и так далее. Почему важно? Потому что они отвлекают ваших заказчиков потенциальных от, собственно, главного, что есть на вашем сайте. Что главное? Главное – это товар. Вот товар должен быть показан картинками, красивые, большие картинки, которые сразу привлекают к себе внимание. Именно картинки товара. Ну и, конечно же, в плане дизайна, в плане того, что должно быть на сайте, обязательно, да, основное правило – правило трех кликов. Оно, в принципе, всем известно, вкратце повторю его, что до целевой карточки товара, до именно того момента, когда человек получает именно то, что ему, наверное, и хочется получить, да, кашку товара конкретного, где он уже может подробно посмотреть характеристики, значит, фотки подробные именно того товара, который он, скорее всего, купит. Вот до этой карточки он должен перейти за три клика, не более чем, лучше даже меньше. Давайте рассмотрим несколько типичных ошибок. Ну, рассмотрим ошибки и как правильно делать. Во-первых, опять же повторюсь, человек достаточно быстро решает на подсознательном уровне, останется он на сайте или нет. Поэтому очень важно, в принципе, в первый момент же показать ему преимущества вашего интернет-магазина. Потому что, представьте себе, что человек открывает 10 сайтов одновременно, правильно? И, ну, в общем-то, определяется, на каком из них остаться и на каком из них купить. В плане преимуществ, сейчас чуть-чуть поподробнее расскажу, ну, собственно говоря, вот здесь вот вы видите, они перечислены, я их перечитывать, собственно, не буду, да, упомяну важнейшее преимущество после цены. С ценой сложно, цена, она, ну, как бы оптимизируется, она примерно более-менее одинакова везде на товар. Ну, конечно, зависит от различных факторов, но, тем не менее, цену сложно, как бы, сделать идеально и проконкурировать с ней. А вот другие преимущества, среди них наиболее важным является, на самом деле, скорость обслуживания. И качество, конечно, тоже, качество это само собой, разумеется, но скорость обслуживания очень важна. Сейчас мир меняется быстро, да, людям некогда, время является важнейшим ресурсом для человека активного, да, для человека, который хочет чего-то достичь. Поэтому скорость обслуживания, скорость доставки товара, скорость обработки заказа, скорость, которой ваши менеджеры перезвонят, это все важно. И вы можете сразу же озвучивать, что это преимущество у вас есть. Попал человек сразу по рекламе на карточку товара, покажите ему где-то вверху, справа, слева, неважно, ваши основные преимущества. Мы можем быстро, мы можем хорошо, мы можем там вам еще скидку дать. Идем дальше. И ошибкой является непоказ контактной информации в шапке, в шапке вашего интернет-магазина, хотя бы на уровне, собственно говоря, телефона. Если вы на контактной странице показываете, например, только e-mail, не показываете ни адрес, ничего, то это тоже очень плохо и вызывает недоверие к вашему интернет-магазину. Нужно показывать как можно больше контактной информации. Соответственно, люди будут вам больше, вашему магазину больше доверять. Конечно же, крайне важно показать различную информацию о гарантиях, о доставке, о возврате, об оплате. О всем том, что, допустим, Гендекс.Маркет требует и показывает. Опять же, эти гарантии, они людей заставляют поверить вам в большей степени, чем, допустим, вашим конкурентам. Теперь, значит, обязательно нужно указывать стоимость доставки, там, стоимость оплаты, понятно. И рекомендую указывать людям, куда вы не можете доставить свой товар по тем или иным причинам. Ошибка не показывать это сразу. Почему? Потому что вы потеряете клиента, ну, как бы навсегда. Да, допустим, альтернатива, то есть, крайне обидно, заполняешь карточку, значит, покупаешь товар, заполняешь все данные по оформлению, и тут оказывается в конце, что доставка в этот регион невозможна. Важно показать сразу, куда вы можете доставить, а куда не можете. Важно сразу же дать информацию, всю информацию клиенту, как можно, ну, больше. Обязательно показывайте различные сертификаты, там, по вашей продукции, какие-то бренды партнеров. Покажите, что у вас есть рейтинг, что о вас есть информация в Яндекс.Маркете. Это вообще очень важная штука. Тоже расскажу сейчас чуть попозже, почему. Ну, смотрите, значит, теперь о следующем моменте. Старайтесь давать вашему клиенту как можно больше вариантов и опций. Старайтесь давать как можно меньше запретов. Вот из психологии мы знаем, да, что лучше говорить не «нет», а «да, но». Соответственно, если вам, допустим, неудобно бесплатно доставлять, да, клиенту заказ дешевле, чем 5000 рублей, например, не отказывайтесь от этой опции, да, доставки все-таки, такого товара, который стоит дешевле, не идите на принцип, что мы все доставляем бесплатно, что доставляем. Все-таки дайте опцию, что если заказ дешевле, 5000 рублей, мы доставляем, да, но это уже будет платно. Вот, исходя из такой логики, все-таки следует действовать. Идем дальше. Немножко подробнее уже по конкретике интернет-магазина. Начнем с каталога. Поиск. Безусловно, поиск необходимо показывать на сайте, необходимо давать возможность вашим посетителям, вашим потенциальным клиентам найти товар сразу же, да, в какую-то там, ну, может быть, даже немного размытую строку, да, неточное определение товара, потому что точное определение зачастую, собственно говоря, ваш посетитель не знает. Помимо того, что это ускоряет поиск, вообще дает возможность, в принципе, найти ваш товар, да, который, ну, по категориям, по, ну, может быть, клиент и не сможет найти, может быть, слишком сложные эти категории. Помимо этого, поиск еще позволяет вам запомнить, увидеть потом по результатам, которые были, ну, сохранены, да, какие варианты поисковых строк были введены клиентами, позволяет вам увидеть, что действительно ищут ваши посетители, какие товары являются популярными, и, собственно говоря, их привезти в ваш магазин, сделать его лучше и показать именно те товары, которые клиенты ваши ищут. Крайне нехорошо, когда клиент попадает в категории незаполненные, пустые. Это вызывает недоверие, да, то есть интернет-магазин незаполнен. Представьте себе такую ситуацию, собственно, жизненную, абсолютно, которую я, например, наблюдал. Приходим в интернет-магазин, да, прошу прощения назад, приходим, точнее, прошу прощения, в обычный магазин, ну, в ту же пятерочку, в перекресток, и видим полупустые витрины. У меня так пару раз было, ну, ночью, допустим, да, заходишь там уже, там, часов 9, 10, 11, если говорить о перекрестке, там как-то товары размораживаются, что-то где-то там, там, переносятся, полки полупустые. В принципе, впечатление у человека точно такое же, когда он видит пустые категории в вашем интернет-магазине, что, ну, что-то не в порядке. Взывает такое недоверие и тревогу. Лучше скрывайте эти категории или в самом крайнем случае, если вы хотите их анонсировать, ну, хотя бы напишите, что скоро здесь появятся товары. Более того, под словом «скоро» я имею в виду, обязательно укажите, ну, дату, что в течение, там, недели обязательно здесь будут товары. Это в самом крайнем случае, а лучше скройте и проанонсируйте эту информацию все-таки в новостях, в каких-то потенциальных акциях, то есть дополнительной информации. Такие категории лучше не показывать. Идем дальше. Ну, понятно, сейчас у товаров существует множество характеристик. Вообще, очень много конкурентных товаров, в том числе в одном и том же интернет-магазине, может продаваться. Люди хотят все эти характеристики увидеть, сравнить. Сервис сравнения обязателен. На сайте, где продаются товары, ну, даже вот, ну, хотя бы чуть более сложный, чем, я не знаю, буханка хлеба. Потому что все эти характеристики, они важны, люди смотрят, выбирают самое лучшее. Вместо сервиса сравнения люди посчитают ваш сайт неудобным. И уйдут. Теперь немножко поподробнее про карточку товара. Во-первых, вы должны понимать, карточка товара – это целевая страница для пользователя. Он здесь, в карточке товара, должен увидеть всю информацию о том товаре, который он, собственно, ищет. Значит, и описание, и доставка, и так далее. Сейчас поподробнее. Ну, вот смотрите, да, вот эта карточка не вызывает никакого доверия. Короче, товара непонятная. Если таких карточек много, тоже это почти как полупустые полупилгазины. Тоже человек уйдет. Что очень важно? Во-первых, показать фотографии, подробные фотографии товара в интернет-магазине. То есть, показать товар со всех сторон. Основная проблема с интернет-магазином состоит в том, что нельзя товар потрогать, так пощупать, да, посмотреть со всех сторон, покрутить, повернуть. В обычном магазине вы это можете, здесь нет. Поэтому проблему решают только фотографии. Некоторые интернет-магазины, собственно говоря, предпочитают, в том числе помимо фотографий, еще и видео выкладывать. И трехмерные вот эти вот вертелки, как бы виртуальные, со всех сторон, позволяющие посмотреть на товар, это все тоже очень полезно. Но вы должны понимать, что помимо фотографий, да, все равно обязательно необходимо выложить и полную информацию текстовую о товаре, и все его характеристики. Особенно, если речь о сложных каких-то электронных там товарах, ну, похожих вещах. Нужно понимать, что некоторые люди, как говорится, глазами решают, смотрят визуалы, а некоторые все-таки всматриваются в характеристики, сравнивают товары по характеристикам. Для них важны именно цифровые, числовые, текстовые данные. Так что, чтобы удовлетворить и тех, и тех потенциальных клиентов, рекомендую все-таки и ту, и ту информацию показывать. В карточке товара крайне рекомендуем сразу же показывать и способы оплаты, и способы доставки. Почему? Потому что тем самым вы сразу же даете полную информацию и уверенность заказчику, что он сможет и себе привезти товар в нужное место, и сможет, каким образом он сможет этот товар оплатить. И полную сумму, полную информацию о сумме, в принципе, человек сразу получает. Он видит, сколько стоит доставка, сколько сама стоимость товара, собственно говоря, получает целостную информацию. Это очень хорошо, это вызывает доверие. По поводу отзывов. Понятно, что отзывы, собственно говоря, действительно вызывают доверие. Это очень популярный инструмент сейчас. Инструмент, который привлекает к вашему сайту. И более того, скажу вам следующее, что гораздо выгоднее иметь отзывы не столько вот на вашем сайте, да, сколько в каком-то независимом сервисе. Внешнем. Например, Яндекс.Маркетинг. Почему? Потому что это тоже вызывает большее доверие, чем отзывы на самом сайте. Все мы знаем, что на самом сайте можно отзывы подредактировать, как-то немножко покрутить их, сделать лучше, оставить только хорошее. Люди это знают, эти хитрости все известны, не думайте, что вы умнее других. Поэтому, собственно говоря, во внешних сервисах отзывы цени. А вот как сделать так, чтобы их было побольше? А вы предложите вашим людям, вашим клиентам потенциально какие-то подарочки за отзыв. Если его удовлетворил ваш товар, то вы еще дополнительно какую-нибудь скидку на следующий предложите. Оставьте, пожалуйста, отзыв вот здесь вот в Яндекс.Маркете о нашей компании, о нашем товаре. А мы тебе за это, допустим, скидку сделаем. Или там какой-нибудь маленький купончик, подарочную качку, что угодно. Что именно дарить, вы уж думаете сами. А вот принцип этот рекомендуем соблюдать. Конечно же, для увеличения конверсии, для увеличения среднего чека, крайне выгодно предложить людям сопутствующие товары, комплекты. Что это такое? Это некий конструктор, позволяющий взять сразу несколько товаров и за них получить определенную скидку. Сопутствующие товары позволяют также людям понять, что вы профессионалы, что вы знаете заранее, что еще человеку потребуется, помимо основного товара, например, к ноутбуку, мышку нужно, допустим, кейс, чтобы его носить, сумочку какую-то. Сразу же предложите это дело к iPad, допустим, чехол какой-то, чтобы его не царапать. Предложите человеку, человек это оценит. В конце концов, он имеет возможность это не покупать. А если вы это предложите еще в виде нескольких товаров со скидкой общей, то человек вообще будет рад и поучаствовать в этом увлечении, это, соответственно, большая лояльность, большая конверсия. Вот, ну, а к чему это приведет, еще я скажу дальше, да, то есть к чему приводят лояльные клиенты, естественно, к позитивному эффекту. Я чуть ниже скажу, идем дальше. Чуть-чуть поговорим о корзине и заказе. Как вы считаете, какая кнопка, какая кнопочка вот эта вот большая или маленькая ссылка более заметна, да, более удобна? На какую хочется больше нажать? Конечно, на большую. Если маленькая ссылочка будет стоять еще в мобильной версии, в нее и пальцем можно не попасть случайно. Это понятно. Вот, и она менее заметна и менее побуждает к действию, потому что большая кнопка говорит, жми сюда. Маленькая, ну, как бы, заставляет ее искать, наоборот, это как бы такое действие, которое сложно выполнять человеку. Поэтому рекомендуем большие, крупные кнопки, еще и с побуждающими надписями, там, закажи и получи скидку, вот что-то такое. Идем дальше. Значит, еще раз скажу о том, что необходимо обязательно показывать кнопку оформления заказа, показывать, что дальше. Пример, пожалуйста, верхняя, собственно, планочка показывает четко, что нужно делать дальше и к чему это приведет, да, оформить заказ. У вас уже набрана, собственно, строка с, собственно, суммой, с количеством товаров, и что делать дальше, человек говорит, оформить, все, он понимает, что он перейдет к оформлению заказа. Внизу же, да, просто констатация факта, моя корзина, и что, и что делать, да, вот надпись просто есть. Некоторые люди, которые менее, ну, так сказать, меньше работают с интернетом, менее вовлечены в эту сферу, вообще могут не понять, вот куда дальше. Ну, есть вот эта картинка, моя корзина, что она означает? «Один». Да что такое «один», о чем речь? Не поймут просто. Уйдут. В корзине обязательно указывайте окончательную стоимость вместе с доставкой. Как я уже говорил, лучше это показывать даже в карточке, но в карточке не всегда возможно полностью все рассчитать, хотя бы предварительно показать, что существует возможность доставки в какие-то регионы, да, как какими-то компаниями и так далее. В корзине в обязательном порядке, ну, по крайней мере, при оформлении заказа, в корзине крайне желательно тоже сразу показывать общую сумму вместе с доставкой. Рассчитывайте ее, указывайте. Доставок может быть несколько вариантов, правильно? Ну, так показывайте, либо с наиболее дешевым, либо, ну, на ваш взгляд, наиболее оптимальным по сочетанию. Также цена и скорость доставки. Опять же, человек при оформлении заказа может запутаться, что-то не понять, как заполнить. Прямо рядом с блоком оформления, да, где-то там регистрация, может, еще что-то такое есть, выведите блок помощи. Причем такой блок, который позволит сразу же вашему специалисту, то есть человеку связаться и подсказать, что делать. Лучше всего это какая-то кнопка онлайн-консультанта, кнопка обратного звонка, как вариант, ну, в самом крайнем случае кнопка телефона, в принципе, она и так у вас в шапке обязана быть. Так что такой блок крайне желательно оформления. Еще важный момент. Вот, к слову об отрицании, принуждении, человек, в принципе, да, делает заказ. Он уже готов купить, но не усложняйте ему жизнь. Сделайте этот процесс легким, не теряйте клиента на последних стадиях, когда он уже решился. Сделайте там покупку в один клик, сделайте регистрацию простой, форму внесения данных с минимальным количеством полей. Вы все остальное сможете добрать позже. Сейчас вам главное просто получить клиента, получить вот заказ, хотя бы информацию, чтобы ваш менеджер с ним связался и сразу же, как бы, все уточнил остальное. Это уже не проблема, когда голосом идет обсуждение, да, с человеком, что он хочет. Можно предложить. То есть это уже живое общение с, в принципе, горячим клиентом. Но вам сначала нужно его получить, не потерять на стадии заказа. Это важно. Обязательно, когда у вас происходит оформление заказа, выдавайте информацию о том, что заказ принят. Дайте знать человеку, что все хорошо, что заказ получат, что с ним свяжутся, в течение какого времени свяжутся. Тоже обязательно пишите. Очень плохо, когда возникает вот такая вот штука, когда возникает ошибка. Следите за этим особенно внимательно. Следите за тем, чтобы в оформлении заказа у вас все было идеально. Возможно, в каком-то из ваших менеджеров имеет смысл хотя бы раз в день просто проверять, что весь процесс оформления заказа товара от, собственно, выбора до, собственно, заказа проходит успешно на вашем сайте. Ну, мало ли, что-то поменялось. Особенно проверяйте все это дело после каких-то работ, изменений на сайте, после внесения каких-то там функциональных доработок, улучшений сайта, чтобы все работало четко и идеально. Сразу же проверите сами или ваш ответственный менеджер, чтобы проверить. По поводу утерянных заказов. Значит, пожалуйста, не упускайте их. Вот каким образом это делать? Вы можете, ваши программисты, собственно, те, кто будут разрабатывать сайт, в этом можем помочь ему в том числе, могут сделать следующее. Человек еще вводит только номер телефона, и эта информация сразу же живым образом сохраняется у вас в базу. Он еще, допустим, не подтвердил заказ. Но в этот момент, когда он будет его подтверждать, что-то может пойти не так. Более того, между тем моментом, когда он ввел e-mail или телефон и тем моментом, когда он нажал на кнопку, тоже что-то может случиться. Может быть, обрыв интернета. Ему могут отвлечь каким-то звонком срочным важным. Человек уйдет, клиент уйдет. Если ваши менеджеры ему потом перезвонят или напишут по, соответственно, оставленным контактам, он будет довольным и, возможно, станет вашим клиентом. А если он станет вашим клиентом, то он оценит эту заботу о себе и станет лояльным клиентом. Ну, а лояльный клиент, он, собственно говоря, очень много чего дает, и я сейчас скажу тоже, что именно. Обязательно, обязательно делайте для вашего сайта мобильную версию. Ну, про электронные платежи, я думаю, так понятно, но мобильная версия, это очень важно. Сейчас все покупают с помощью мобильных устройств. Планшеты, телефоны, что угодно, дороги. Людям некогда открывать там ноутбук большой, да, и что-то выбирать долго. Они выбирают быстро. Ну, конечно, речь не о каких-то супердорогих, серьезных товарах, хотя некоторые и такие товары выбирают быстро, но скорее они будут звонить и уже уточняют. А какие-то небольшие товары, да, где для вас важно то же количество и скорость, как бы, да, то есть объем, вам важен объем продаж. Такие товары выбираются очень быстро с мобильных устройств, поэтому мобильная версия крайне важна. Не забывайте показывать различные акции, спецпредложения, на вашем сайте выводить баннерчики о том, что вот, собственно говоря, будет скидка там на такой-то товар. Здесь можно использовать различные сервисы отправки там информации дополнительно людям прямо на почту вашим лояльным клиентам о том, что, собственно говоря, у вас будет акция, да. При этом, ну, нужно искать баланс между навязчивостью и, собственно говоря, дать как можно больше качества информации. Вот. Ну, баланс вы найдете, я думаю, но важно все-таки это делать, важно заниматься такими рассылками акционными и, конечно же, показывать информацию на самом сайте. Очень крутой сервис, очень полезный. Сервис снижения цены, сервис информации о снижении цены. К нему уже близкие относятся сервисы, информация о появлении товара и подобные. выведите на сайте вот такую информацию, такой сервис, что, пожалуйста, введите ваши данные контактные, если товар как бы подешевеет или в момент, когда он подешевеет, а это очень сильно касается сезонных вещей, таких, как одежда, ну, и других, мы вам обязательно сообщим. Человек, в принципе, часто готов подождать там, не сезона, чтобы купить на будущее товар, вот, а для вас важно его продать, в том числе и вне сезона остатки. Собственно говоря, ваши цели сходятся. Вот, главное, человек сообщить об этом вовремя, что все готово к продаже, пожалуйста, купите. Он будет рад купить, станет лояльным клиентом. Еще раз о полезных сервисах. Собственно, очень важен сервис сообщить о проблеме. рекомендую выводить вот эту кнопочку, может быть, не так уж и маленькую, на каждой странице вообще, особенно странице оформления заказа, чтобы, собственно, получать своевременно необходимую информацию о том, что что-то на сайте пошло не так. Вашими самыми крутыми тестировщиками являются ваши, собственно говоря, посетители, клиенты. Они проверят все возможные кейсы и желательно на эти кейсы как-то оперативно среагировать на кейсы, когда случается проблема. Неплохой сервис продажи в кредит. Ну, понятно, информирование через смс. Онлайн-косультант вообще это очень важный сервер, сервис, прошу прощения, его сейчас, ну, собственно, все выводят, это и так понятно. Крайне рекомендую всем, у кого еще этого сервиса нет, сделать его обязательно и вывести эту кнопку не просто везде, где-то там в углу в каждой странице, но еще отдельные кнопочки, вот я повторюсь, рядом с кнопкой оформления заказа, вот прям рядом, чтобы человек сразу видел, что если что-то не так, он может прям нажать и сразу же откроется окно общения с консультантом, и сразу же его будет проблема решена. Значит, смотрите, некоторые собственные интернет-магазины перезвонят клиенту в течение полдня, дня, это очень долго. Крайне рекомендую сократить это время до получаса, часа максимум. Когда сделан заказ, в течение получаса или часа перезвонить клиенту, узнать, все ли окей, подтверждать ли он заказ. В России именно очень востребовано общение голосом. То есть заказ в интернет-магазине без проведения оплаты крайне популярен, потому что люди ждут, что им перезвонят и все уточнят. Я сам такой уж точно, то есть я всегда жду, что мне перезвонят. Если не перезвонили, я просто считаю, что заказа не было, и все. То есть это необходимо, и чем быстрее перезвонят, тем, собственно говоря, надежнее будет вот эта связь между клиентом и, собственно говоря, магазином. Собственно, почему важны лояльные клиенты? Стоимость привлечения одного лояльного клиента равна стоимости привлечения к повторной покупке шести старых лояльных. Более того, лояльные клиенты в свою очередь распространяют эту информацию о том, что магазин хороших, о своим друзьям, товарищам, знакомым. И у вас появляются новые клиенты с помощью этих лояльных. Это как сеть действует, точно так же. Только вы, собственно, для этого все, что делаете, это просто качественно, грамотно, вовремя обслуживаете ваших клиентов. Вот и все. Что рекомендуем сделать после того, как прослушали вот эту часть вебинара? Ну, собственно говоря, уже посмотреть сразу же ваш сайт, посмотреть, есть ли какие-то огрехи, недостатки, есть ли какие-то несоответствия по сравнению с тем, что, собственно, я рассказал, и, может быть, уже завтра эти недостатки исправить. Ну, естественно, наша компания, как и, собственно, другие партнеры компании 1S Bittrex, вам в этом с радостью помогут. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо, пускай у вас будут хорошие клиенты. Собственно, я закончил. Если есть вопросы, задавайте. Никита? Коллеги, меня слышно? Ага, так, хорошо, пожалуйста, есть ли вопросики? Есть вопросики, видно вот эти вопросики в разделе questions? Я открываю, у меня очень-очень маленькое окно, очень маленькое. Его же можно немножечко потянуть. Вот пытаюсь с ним. А, нет, я извиняюсь, что вклиниваюсь, слушатели нас. Его на самом деле можно взять за верх и вытащить влево. То есть, ну и вытащить его из этой панельки, которую мы с тобой видим. А, я понял. Ага, сейчас. Да, все, вижу вопросы. Вот можно вклинивать и снизу посмотреть, какие вопросы есть как раз. Да, хорошо, хорошо, все отлично вижу. Я вижу сразу вопрос, Олег, вот скажите, если имеется минимальный бюджет, есть ли смысл рассматривать шаблоны интернет-магазин из маркетплейса, будет ли он работать и есть ли возможность доработать готовые решения. Ну, вопрос, как бы, наполовину, к Никите, наполовину ко мне, но я отвечу, как партнер 1SBitrix, да, имеет смысл рассматривать. Мы часто сейчас уже предлагаем своим клиентам решения, которые оказываются реально бюджетными по сравнению с разработкой, например, персонального дизайна, персонального решения под них, да, вместо этого мы предлагаем шаблоны решений, оно уже сразу красивое, адаптивное, все дела, нужно только, допустим, поменять фон, какие-то свои логотипы внести, оно, понимаете, будет уже, вот это решение, вот этот сайт будет легким, уже продуманная сразу же навигация, это серьезная, очень серьезная работа по тому, чтобы сделать сайт юзабилити удобным, по тому, чтобы сделать его мобайл френдли, да, дружелюбным мобильным устройством, и это, конечно, стоит не дешево, поэтому, конечно, бюджетное решение во многих случаях является, собственно, решением вопроса с маленьким бюджетом. Решение готово. Можно это даже дополнить немножко? Да, конечно. На самом деле, мы вот у себя в Битриксе считаем, что это даже нужно, если вы только собираетесь запустить интернет-магазин, то лучше денег сэкономить и запуститься с каким-то шаблоном решением, посмотреть, работает у вас вот вообще то, что вы придумали или не работает. Если работает, то развиваться, если не работает, то уходить в какие-то другие ниши. Но на первоначальном этапе лучше денег потратить поменьше и побыстрее начать зарабатывать все-таки. Согласен. Очень важна составляющая, вот то, что вы сказали, скорость, скорость открытия, скорость старта. Сделать первый шаг быстро, это очень важно, потому что вы сразу же начинаете развиваться, сразу же начинаете понимать, идет, не идет, сразу же понимать, начинаете, что скорректировать. С, собственно говоря, готовым решением это возможно сделать быстро. А с персональным решением, да, вероятно, вы добьетесь как бы успеха, не 100%, но, так сказать, множество раз до дела то, что делалось длительное время. почему? Потому что пока вы делаете, сейчас так мир устроен, что пока вы что делаете, ситуация, в принципе, меняется. Уже даже ваши товары, ваши преимущества могут перестать быть преимуществами при продажах за то время, пока магазин как-то делается только. Ну да, я уже говорил сегодня про то, что скорости очень сильно растут. И скорости все, да, и коммуникации, и в интернете там скорости объема растут, но информации, поэтому надо успевать все сделать быстро. Так, вопрос такой, стоит ли покупать B324 номер 8800 для интернет-магазина, если собираемся работать по всей России, или достаточно будет московского номера? Ну, вот, с моей точки зрения лучше 8800. В регионах как-то лучше на него будут реагировать, чем на московский номер. Не знаю, Олег может... Если собираетесь продавать в регионах, то 8800. Конечно. Если только Москве, Москва основной, то нет. Так, вот такой вопрос. У нас сайт по продаже кормов для домашних животных, раздел корзина называется миска, и у товаров добавить в миску. Как вы считаете, как это влияет на конверсию, положительно или отрицательно? По-моему, прикольно. Добавить в миску, а не в корзину? Вопрос. Конечно, добавить в корзину может быть стандартным роботам поисковикам нравится и больше, но добавить в миску, вы знаете, может возникать у людей вопрос все-таки. Это прикольно, я согласен, но может возникать вопрос, может... Проведите обэ-тестирование, если у вас битрикс, то наверняка версия с интернет-магазином и значит есть возможность запустить обэ-тестирование, проверите и посмотрите. Обэ-тестирование вкратце, что это такое, то есть есть возможность вывести часть собственно аудитории на страницу с кнопкой положить в миску, есть на страницу с кнопкой положить в корзину и засечь. Какой уровень конверсии там, какой там. Все, сделайте вывод дальше по статистике. Вот и все. Это очень правильно. Вы рекомендовали подключать я отвечу сейчас мне вопрос. Вы рекомендовали подключать чат? Лучше подключить... А, нет, наверное, Олег как раз не мне. Вы рекомендовали подключать? Вы рекомендовали подключить чат? Лучше подключить Bidris24 виджет на сайте или использовать сторонний сервис онлайн-консультанта? Ну, смотрите. Если вы уже готовы полноценно использовать CRM Bidris24, то подключайте естественно биджет от Bidris24. если у вас... То есть в чем смысл вот этого биджета? Он в CRM Bidris24 всю информацию вносит. Вот. Можно... Если вы как бы еще не готовы использовать Bidris24, да, что мы тем не менее рекомендуем все-таки делать, то тогда ну как, зачем тогда вам собственно биджет? На самом деле тут вот мне кажется в чем скорее вопрос. Bidris24 в чате будет отвечать какой-то живой человек. В онлайн-консультантах есть возможность сделать так, чтобы отвечали на вопрос какие-то роботы. Но на самом деле в Bidris24 тоже есть возможность запустить, сделать своего бота, который будет отвечать на входящий звонки автоматически. Но это потребуется вот как раз участие партнера, каких-то трудозатрат, временных и денежных. мы такие боты делаем. Вот, видите, так. Вот, ну не знаю, я, например, смысла не вижу пользоваться сторонними сервисами, если есть уже готовое решение. Bidris24 это, в принципе, тот же самый онлайн-консультант сейчас уже. В этом бюджете вы сразу и обратный звонок можете подключить и взаимодействовать через тот сервис, который вам нравится, Skype, и так далее, с помощью этого открытых линий. Поэтому, в принципе, Bidris24. Так, спрашивают, какие еще мессенджеры подключим к открытым линиям. и планируется ли создание инструмента для отправки веб-пушей. Ну, по мессенджерам 16-го числа все расскажем. Раньше не будем раскрывать карты, хотя кое-кто уже мог. Насколько я помню, вот, вроде как, ожидаемые, да, Viber и этот самый, второй-то... WhatsApp. WhatsApp. Да? Не буду ничего говорить. 16-го снявши. Viber. Да, 16-го ноября. Да, А что касается пуш-уведомлений, не подскажу сейчас. Давайте мы поступим таким образом. Я ответы все прямо сейчас, кстати, сохраню себе. Так, сейчас, секундочку. вопросов, вопросов, да, я сохраню. И, на самом деле, давайте так поступим. Я постараюсь сегодня-завтра сделать такой небольшой факт, да, на вот те вопросы, которые вы задавали, и вместе с рассылкой, которую мы будем по итогам вебинара делать, будем делать, наверное, это в пятницу, либо на следующей неделе в начале. я приложу туда документ с ответами на вот те вопросы, которые вы задавали, чтобы все видели, все видели вопросы, и все видели ответы. Я думаю, так будет правильно, потому что, ну, вот оперативно не могу сейчас, например, не все не могу подсказать, потому что не всех людей могу на месте застать. мы все очень активно готовимся к новому релизу. Но отвечу на такой вопрос, удобно ли работать с виджетами на маленьких экранах? А вот можете зайти на сайт bx-em.ru, на тестовый, который я показывал с мобильного телефона, и посмотреть. А виджеты адаптивные. То есть, ну... Ну, они превращаются в маленькую, маленькую отчетку. Да, то есть, ну да, на экране удобно работать. Там были какие-то нюансы, я не знаю, поправили или нет, где-то кнопка там что-то какая-то перекрывала, но вроде все это допилили. Вот. Так, не всегда большая кнопка вообще заметна. Такой был вопросик. Ну, смотрите, да, красный отталкивает, да, согласен. Естественно, кнопку лучше делать зеленой, и в принципе в стандартных приложениях так и есть. Зеленый, синий, не всегда большая кнопка вообще заметна. Вы знаете, возможно, у меня чуть-чуть не совсем идеальный пример в презентации. важно не только кнопку сделать большую, но и надпись сделать большую. Вот что важно. То есть, покупка в корзине, чтобы это тоже было видно, что это именно покупка. Так, еще вопросики. Да, вроде что-то было, но и нет. Или есть что-то еще, выпустил я. Повыше. То есть, добавить свой товар Яндекс.Маркет, или как это будет выглядеть, Дмитрий Иванов. Так, стоит ли показать такой знак на портале, что... Ага. Это речь была о товаре. У них есть безопасная покупка. Стоит ли публиковать такой знак на портале, учитывая, что мы продаем товар по всему миру. Знак о том, что товар в Яндекс.Маркете, как я понимаю. Ну, смотрите, если у вас, собственно говоря, на весь мир, да, сайт нацелен, да, наличие Яндекс.Маркета, ну, не отпугнет, но, может быть, поможет русскоязычной аудитории решиться быстрее. Вот. Как он может отпугнуть? Ну, и есть он на Яндекс.Маркете. Вы регистриете свою компанию, там, допустим, да, может быть, не в Маркете, может быть, в каком-то там Директе, и начинаете собирать туда отзывы. Если речь об отзывах, просто показать, что вы каким-то образом зарегистрированы в этих сервисах, которые ведут статистику, и люди могут почитать у вас отзывы. Вот что важно. Надеюсь, что так помог. Объяснил этот вопросик. Там вот про конфиденциальность вопрос. Я сейчас просто здесь две ссылочки дам и расшарю их на всех. Здесь все подробно описано. Конфиденциально и безопасно. В двух словах. На самом деле, что касается конфиденциальности, конечно, все конфиденциально, но мы законопослушная компания, если к нам из соответствующих органов обратятся и потребуют предоставить доступ к какому-то порталу, мы, конечно, вынуждены будем предоставить. Мы полностью все законы нашего учтем. А так, да, все нормально, все конфиденциально и безопасно. Я с кем уже две ссылочки не буду долго про это рассказывать, потому что там все подробно написано. Если будут вопросы, можно прямо в почту писать. Так, ну вроде все. Спасибо всем за вебинар. По-моему, достаточно неплохо все прошло. Это был первый у нас такой вебинар, в котором мы смотрели интеграцию с CRM. Был у нас небольшой затуп, не знаю, посмотрю, что такое, почему так было. Но, в принципе, вроде все нормально было. Всем спасибо.